Эти кадры погрома в Гаспринской школе номер один в социальных сетях разместили очевидцы. На видео видно, как мужчина крушит молотком стены и потолки. От ударов разлетаются куски шпаклевки. Капитальный ремонт в учебном заведении начался три месяца назад. Все это время ученики ютились в небольшом здании и мирились с неудобствами. Из-за ремонта основной школы детям приходится учиться в маленькой школе начальной, в две смены. Стены школы были разбиты еще несколько дней назад рабочим. Эти фотографии были сделаны сразу же после случившегося директором учреждения. Но сейчас можно увидеть, что следы от погрома заделаны раствором. По предположениям директора школы, погром устроил один из рабочих, которому не выплатили деньги. Внутри здания нам удалось пообщаться с одним из строителей. Но, по его словам, с мужчиной знаком не был, но происшествий слышал. Был такой, говорит, человек пришел там, по стенам постучался и ушел. Или их двое-трое были, что-то такое. Сели в машину, уехали. Но якобы им не заплатили. Последствия школьного погрома скрыть до конца не удалось. Вот вмятины от молотка возле дверей. Стукатурка отваливается, вот уже совершенно ничего не держится. Чтобы разобраться в случившемся, мы решили позвонить генеральному подрядчику, выполнявшему работу по капитальному ремонту школы. По его словам, мужчина на видео был рабочим субподрядчика. Субподрядчик мне пояснил, что видео было снято для того, чтобы группу выложить, чтобы показать, что откосы переделываются. Но я не могу утверждать, так это или не так. Сам лично я с этими людьми не разговаривал, кто это делал. Но я думаю, милиция разберется в этом. По словам представителей администрации Ялты, этот объект можно назвать действительно проблемным. Закончить капитальный ремонт в школе планировали к первому сентября. Но в ходе проверки учреждения был выявлен ряд недостатков. Сегодня у нас закончена работа по выявлению всех недостатков. Мы формируем пакет документов для официального предоставления подрядной организации с требованием указать сроки устранения всех недостатков. Но до Нового года это однозначно не случится. На капитальный ремонт школы из городского бюджета был выделен 31 миллион рублей. В администрации Ялты отмечают, если подрядчик не устранит все недочеты, то с ним будет разорван контракт. Компенсировать убытки муниципалитету он будет через судебный орган. Виктория Тальберг, Тиколай Пырх, Владимир Доненко, Вести, Крым.